добрый день всем про свердловчан принято говорить что они знают все песни чаев а даже если никогда не были на концерте но теперь у нас есть еще и отличная возможность знать наизусть историю группы чаев потому что вот буквально держу в руках первый экземпляр книга чаев рок-н-ролл это мы семейная сага уже вышла и автор книги архивариус свердловского рок-клуба дмитрий карасек сегодня у нас в гостях дмитрий добрый день добрый день во первых с выходом спасибо большое потому что ну это как рождение ребенка наверное ну наверное тебе виднее ответственное дело книга писалась может быть и не долго но это труд который собрал в себя 30 лет наверное жизни группы чаев и работы откуда идея пошла ну идея пошла на самом деле это было предложение от московского издательства ст крупнейшего в россии издательства потому что после того как в прошлом году вышел вот мой двухтомник посвященный истории свердловского рока мне позвонили из москвы и попросили написать две книги одну а чаев и другая другую про агату кристи я даже не сомневалась что следующая группа про которую будет книга дмитрия это будет агата кристи вот ну вот и как то так получилось вот написалось это я могу сказать что мне особенно приятно впервые в екатеринбурге подробно рассказывать об этой книге именно на телеканале и тв потому что можно сказать что с етвешной истории эта книга и начинается потому что вот вместо введения я взял историю про то как два года назад на ведущая телеканала и тв придумала трибьют проект чай в 3.0 вот про историю этого проекта который по словам самих чайфов был лучшим подарком от города к их 30-летию да это отличный проект а инициатором его выступила елена сальник ведущая журналист канала и тв и достаточно много музыкантов в нем поучаствовать да насколько я помню там 45 по моему вот все потому что чаев любят да и не только потому что чаев любит и потому что чаев любит екатеринбург и вообще наш город он является наверное одним из действующих лиц этой книги поэтому екатеринбуржцам как мне кажется будет читать эту книгу даже интереснее чем жителям других городов потому что они знают не только действующих лиц но они знают и декорации в которых эти действующие лица действуют и все события они для нас свежи в памяти еще ну насчет свежих памяти я бы не сказал потому что книга начинается с 30-х годов с истории как прапрадедушка шахрина раскулаченный на южном урале попал в свердловск был выслан вот на север так что я не думаю что эти истории они у кого-то сильно на памяти даже более близкие истории тут уже многие участники этих историй сами забыли всякие детали приходилось их им напоминать и даже там спорить с ними нет вот это было именно так потому что было именно так и я доказывал приходилось доказывать это с документами ну кстати да во первых поскольку чаев живет вместе с нами в одном городе мы про них очень много знаем буквально соседи да с кем-то и наверное очень у многих екатеринбуржцев есть истории которые связаны с группой чаев наверняка и на каких источниках основана книга ну прежде всего это конечно куча интервью со всеми действующими лицами не только с музыкантами с бывшими членами группы с там с административным составом но и вообще с людьми которые хотя бы немного участвовали принимали какое-то участие в жизни этого коллектива с членами их семей с женами с сыновьями потому что не даром у этой книги под заголовок семейная сага ведь история чайфа это история семьи во всех смыслах этого слова это и просто музыканты на самом деле это такая большая семья потому что ну ни одной российской группы я не знаю которая была бы настолько стабильна ведь 20 лет это вот только стабильный состав не только группы на ее административного корпуса а настолько стабильных рок-коллектив я не знаю даже честно говоря в истории мирового рока вот и кроме того семьи это еще в прямом смысле слова это вот именно семьи музыкантов а потому что они тоже стабильны все музыканты счастливы в своих браках своих больших семьях и вот именно вот это вот по-настоящему в хорошем смысле слова мужское начало которое проявляется и в музыке чайфа и в творчестве и в жизни вот мне очень хотелось показать потому что мне кажется что вот эти вот настоящие музыки мужики стоящие на сцене именно благодаря вот этому тому что зрители вот видят вот этих вот мужиков и так долговечна и так прочна популярность чайфа как музыкального коллектива поскольку период такой продолжительный до книжках то есть сам говоришь что расходились во мнениях есть где-то какая-то золотая середина или каждый представлен со своей точкой зрения нет всегда находили какой-то путем мозгового да 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 но всегда на самом деле когда возникают такие противоречия можно найти или какой-то документ или какую-то заметку которая была напечатана не сейчас там по результатам воспоминания вот тогда каком-нибудь там 88 году и которая писалась по свежим следами которая ну является документом того времени и да доказать что было это именно так конечно какие-то внутри семейные истории там приходилось полагаться только на память но я не думаю что тут могут быть какие-то расхождения вот именно в личных историях много ли не помнят чайфы сейчас про то что с ними произошло вот в течение этого времени но так как я после того как написал разослал эту книжку всем им на предмет вычитывания и нахождение всяких ошибок и думаю что сейчас они помнят гораздо больше сейчас они ознакомились до происходящее со своей историей со своей биографии да что говорят про биографию да ну им понравилось замечаний было немного замечания были такие фактологического характера что вот нет вот это вот был не дедушка это была бабушка к примеру там или что-то такое вот но потом внезапно видимо знаешь когда бывает что вот память разбудил и через несколько дней через несколько дней после прочитанного там звонил шахрин и говорил ты знаешь я еще вспомнил вот 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 такое то вот такое то и там если история была на самом деле такая веселая и зажигательная то просто вписывали это уже в готовую главу ну просто вот воспоминания когда одни воспоминания тянут за собой другие это как клубок это можно разматывать можно ли предполагать что возникнет продолжение вот такое вот во первых могу предположить что жители екатеринбурга прочитав книгу кто-нибудь что-нибудь вспомнит еще какие-то истории можно ли тебе их рассказывать чтобы собирать конечно можно я с удовольствием выслушаю там прочитаю любые истории связаны не только с чаевом но если со всеми другими свердловскими группами восьмидесятых годов которые про которые что-то помнят жители но да и чайф я думаю что на самом деле это же не первая книга про историю чаев а первая была написана лени порохнёй в 97 году но с тех пор прошло 20 лет и мне я думаю считаю что мне удалось не только продолжить описать вот это 20-летие но и написать много о том что осталось за страницами за строчками той книги я не исключаю что еще через 20 лет я надеюсь что чаев еще будет в боевом строю и можно будет кто-нибудь напишет еще одну историю дима скажи какие-то перекликается с предыдущей книгой ну что-то да конечно там есть там истории не знаю там истории фестиваля ты в любом случае ту книгу ты читал а ты имеешь ввиду с парахнёвской книгой ну события это конечно я читал ее но как сказать я ее сочетал давно и старался не читать ее в период написания чтобы так немножко да 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 чтобы в голове не не было вот каких-то вот перекличек а потом перечитал уже после того как написал эту книгу до кое-что совпадает ну как ну событий на это канва все равно одна и та же единственное что в той книге в книге леонида парахни это период там гораздо более ну да это период 80 до это где-то период там с конца 70-х по 97 год что было самое сложное в книге в работе обычно сложно собрать всех вместе но тут я так понимаю что не надо было это во первых это и не требовалось собирать всех вместе потому что разговаривал я все равно с ними поодиночке и даже если бы это и потребовалось собрать всех вместе я думаю это большие бы проблем не составило потому что чайфон активно гастролирующая группа а это требует постоянных репетиций постоянных сборов и если мне понадобилось собрать их вместе достаточно было просто приехать на их регулярные репетиции так что это проблемой не было как ни странно дело в том что там в конце книги есть такой глава отдельная посвященная дискографии группы и там я ну кроме того что там трек лист все участники записи я каждый альбом сопровождал рецензиями современными выходу альбома то есть если альбом вышел там не знаю 85 году то и рецензия должна стоять 85 года если там не знаю в девяносто восьмом то там рецензия девяносто восьмого года чтобы читатели могли понять как оценивали этот альбом в момент его выхода а потом могли бы переслушать альбом и сравнить впечатление как вот этот альбом звучит там спустя 3 2 или 10 3 2 десятилетия или 10 лет спустя так вот на один альбом я вот так и не смог найти рецензии это альбом 96 года реальный мир очень этому удивился там загонял людей почитателей чаев в библиотеку имени ленина в москве чтобы они там листали какие-то газеты и журналы которых у меня не было так и нашлось вот пришлось на 90 на альбом реальный мир писать рецензию самостоятельно сегодня то есть пришлось слушать этот материал не переслушал то я все естественно потому что без переслушивания этого материала я думаю нельзя было написать конечно когда пишешь про то все равно в тексте книги очень много говорилось например про истории связанные с записью альбомов про то как сочинялись те или другие песни без прослушивания этого материала ну невозможно это написать но вообще по поводу реального мира это достаточно странно потому что но это да достаточно недавно было это 96 год и как раз тогда был вроде как всплеск всякой вот прессы появлялись разные издания нашли кучу анонсов того что выходит этот альбом а вот рецензии почему-то нет ну нет и нет рецензии писать никто не рискнул да на предыдущий есть на последующий есть если кто-то вдруг вот и зрителей пришлет вдруг такую рецензию буду страшно рад отлично но книжку не переиздашь но по крайней мере куда-то эта рецензия войдет ну почему я надеюсь что как бы она еще и переиздаваться будет а в архиве и свердловского рок-клуба да это рецензия если таковая существует найдет свое почетное место рецензию на следующее произведение не будем высказывать никаких своих мнений у вас сейчас будет возможность самим составить мнение это группа блюз докторс фрагмент даже песня из проекта чай в трибьют 3.0 та самая песня про которую владимир демьянов говорит что над ней работа шла очень легко потому что песня такая и группа такая трибьют чай в 3.0 группа блюз докторс песня мой фильм и 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 Я вижу тот фильм, в нём вся моя жизнь. Оставит след снег на пыльном стекле, снег как пепел на белом листе. Я вижу тот фильм, в нём вся моя жизнь. Тысячи кадров и тысячи нот, кто-то снимает кино, а кто-то поёт. Рисует след бед, круг на спине, когда прицел на мне, а выстрела нет. Я вижу тот фильм, где вся моя жизнь. Чем выше солнце, тем короче день на песке. Она смеётся, ну а он в древнерусской тоске. Я вижу тот фильм, где вся моя жизнь. Тысячи кадров и тысячи нот, кто-то снимает кино, а кто-то поёт. Субтитры подогнал «Симон» Когда от бед, блед, всё как в огне. Краснет свет в моём окне и на стене. Я вижу тот фильм, в нём вся моя жизнь. Я вижу тот фильм, в нём вся моя жизнь. Я вижу тот фильм, в нём вся моя жизнь. Я вижу тот фильм. Мой фильм, и непонятно, то ли фильм группы «Чайф», то ли фильм группы «Блюз Докторс». Кстати говоря, «Блюз Докторс» можно будет увидеть в субботу и услышать наверняка эту песню на презентации книги. Забываю название, очень такая знаковая строчка. «Рок-н-ролл» — это мы. В доме печати в 2 часа мероприятие открыто, вход свободный и «Чайфы» в ближайшем доступе. Я хочу сказать, что вход свободный только для тех, кто любит «Чайф». Если вы «Чайф» не любите, приходите и попробуйте туда прорваться. Кроме «Блюз Докторс», кто ещё будет там играть? Значит, кроме «Блюз Докторс», там будут играть ещё группа «Сандали» и группа «Джин». Это коллектив, который до недавнего времени назывался «Солнечные фрукты». Это тоже всё участники проекта «Чайф 3.0». Они будут петь и свои песни, и свои ковер-версии «Чайфовских песен». Кроме того, естественно, там будут сами «Чайфы», будет автограф-сессия. Вот первые 100 книг, которые привезли в наш город. Я хочу сказать, что это вообще первые 100 книг вот этого тиража, которые вывезены с московского склада. Вот они там тоже будут, и «Чайфы» с удовольствием будут их подписывать. А ещё обещают торт. А ещё обещают огромный торт, да. В виде вот этой книги, в обложке этой книги специально старается компания «Юста Групп». Там с 32 свечками планируется коллективное задувание его. Но тут тоже небольшая подковырочка, потому что по кусочку этого торта получат все, кто принесёт, напишет заранее на открытке свои поздравления и пожелания группе «Чайф», принесёт в Дом печати и получат кусочек торта из рук музыкантов, вот в обмен на свои пожелания и поздравления. Ну, в общем, правильно. Хочешь кусок сладкого, немножечко потрудничать. Да, тут у нас принцип бартерный. Согласна. Дима, расскажи, пожалуйста, то есть, когда идёт какая-то работа с историческим материалом, оно, ну, тем более с биографиями, выползают какие-то там скелеты в шкафах. Что есть интересного в этой книжке, что удалось нарыть? Ну, скелеты, вот тут на самом деле, вот писалось это, сколько, примерно полгода, и писалось, и история весёлая, и писалось-то это всё весело. И даже скелеты получились какие-то такие улыбающиеся, с широкой оскалистой улыбкой. То есть, вот, например, вдруг выплыла история, как, я не знаю, помнят ли зрители канала ЕТВ такую певицу Марину Хлебникову, популярную в 90-х... Знаешь ли зрители канала ЕТВ Марину Хлебникову? Да, популярную в 90-х годах. И вот эта вот певица вдруг чуть не стала причиной семейного скандала в семье Шахриных. Потому что одно из жёлтых изданий, оно вдруг, по-моему, в 98-м году напечатало историю о том, что у Хлебниковой и Шахрина роман. Естественно, Лена Шахрина об этом узнала от своих подружек. А Вова Шахрина узнала об этом от Лены. Начали разбираться, что такое. Оказалось, что менеджер певицы Марины Хлебниковой, для того, чтобы повысить её популярность, придумал историю про то, что у Марины роман с артистом, с комиком Ефимом Шифриным поручил написать об этом сотрудникам вот этого журнала. И сотрудник, который получил это задание в коридоре, редакции споткнулся и забыл формилию артиста. Заходит в редакционную комнату, спрашивает, слушайте, я забыл, кто у нас известных артистов на ША. Ему хором сказали Шахрин. Так получился роман. Чем закончилась история семейная сцена? Семейная сцена закончилась хорошо. Потом Шахрин звонил в эту редакцию, сказал, вы что делаете вообще? Мы сказали, давайте мы про вас напечатаем что-нибудь хорошее, что-нибудь про вашу личную жизнь. Сказал, ни в коем случае, вообще забудьте и слово Чаев, и фамилию Шахрин в редакции этого журнала. Ну, журнала этого давно нет. А Чаев есть. Ну, кстати, вот Чаевы, они правда очень не любят, несмотря на всю свою открытость, чтобы говорили про личную жизнь и не говорили про творчество. Да, я на самом деле не сказал бы так, потому что даже изучая все вот их интервью за последние 20 лет, они с готовностью отвечают и на вопросы о семейной жизни, им нечего скрывать. Скрывать нечего, но каждому артисту хочется, чтобы рассказали про его творчество, а не про его семьи. Нет, это и то, и другое. Как бы интервью хватает, но если спрашивают, они уже все дедушки, это тоже почти все дедушки. И как-то вот наш Екатеринбург, который тоже, в принципе, большая семья, все вот эти новости о рождении внуков Шахрина, Бегунова, Северина, тоже становятся городской новостью, все радостно их поздравляют. То есть вот какой-то такой семейный праздник, да, по каждому из этих случаев получается. Скажи мне, ты Чаев знаешь тоже достаточно давно уже и личное общение, и неличное общение, да, при том, что группа существует чуть больше 30 лет, вот все эти... Ну, я был на их первом концерте, да. Точно. Для себя ты что-то новое нашел в их истории? Да, конечно. То, что тебе было интересно, удивительно, например, то, что раньше не знал. Архивариус перебирает картотеку. Ну, да, да, да. Я так быстро листаю 256 страниц книжки. Ну, наверное, что-то было. Наверное, просто... Ну, как сказать, после написания этой книги я вот этих мужиков зауважал еще больше. Вот можно так сказать. И мне бы очень хотелось, чтобы и те, кто их прочитают, вот прониклись этим моим впечатлением, потому что... Ну, это люди, которые, кроме широкой приветственной улыбки, заслуживают крепкого, уважительного рукопожатия. Я думаю, от всех поклонников и просто от горожан. Ведь на самом деле это удивительное дело, вот, не знаю, артисты такого уровня популярности, например, в Москве, но их редко можно встретить просто на улице. А я думаю, вот ты вот спрашивала про истории, которые там зрители ЕТВ могут вспомнить про Чаев. Я думаю, очень многие могут вспомнить просто, как они встретили на улице, там, не знаю, в магазине, в каком-нибудь кафе Шахрина, Бегунова, Двинина, там, Валеру Северина. И на самом деле в этом нет ничего удивительного, потому что они такие же, как мы, только без хвоста и музыкально талантливые. И все живем мы в одном городе. И все живем мы в одном городе, да. Дима, спасибо большое. Который, как они поют, самый лучший город Европы. Даже не усомнюсь ни в коем случае. Спасибо тебе большое, что сегодня пришел и рассказал про книгу. Книга в ближайшем будущем наверняка появится в магазинах города Екатеринбурга и всей страны. Ну и, пожалуйста, приходите в субботу, это 30 сентября, в 14.00 в Дом печати на презентацию книги «Чаев, рок-н-ролл, это я». Это мы. Это мы. Это не ты, это мы. Хорошо, договорились. Приходите, увидите чаевов, возьмете книжку, отведаете именинного торта. Ну, а мы еще одну маленькую песенку с проекта «Чаев, трибьют, три-ноль» послушаем. Трибьют «Чаев, три-ноль». Группа «Изумруд». Песня «Вольный ветер». А затянула буротина, гладь старинного пруда. Ах, была как буротина, я когда-то молода. Ну что, что вы поете-то? Не так, не так. Вот капричью надо, вот так. Песня «Вольный ветер». Как была ты молода. Да на рождественскую встречу пригласила группу «Чаев». Ну и тогда для всех на свете наступил полнейший кайф. А мне не пофиг уж, поверьте, что я этому так рад. А что чай фирят понемногу, тридцать лет уже подряд. Да настоящие уральцы, их гитары так крепки. Ну а песни просто праздник лучший, допинг от тоски. И ваши песни задевают струны наших нежных душ. Ну а я всегда мечтала, чтоб из чай побыл мой муж. Да ни дури, да ни дури, да ни дури, да ни дури. Мы вдыхаем вольный ветер, наши мысли так легки. Да ни дури, да ни дури, да ни дури, да ни дури. Поздравляем с юбилеем! Вам здоровья, мужики! А все вас знают, все вас ценят, и не нужно лишних слов. А мы от всей души вам дарим изумрудную любовь. Да ни дури, да ни дури, да ни дури, да ни дури. А чайфу, чайфу, дайте чайфу в жизни, в песне и в судьбе. Да ни дури, да ни дури, да ни дури, да ни дури.